Расскажите, помог выбраться, кто? Российские ребята помогли нам выбраться с подвала. И как они с нами обращались, слышите? Они нам это самое, как родные братья. Они за нас переживали, понимаете? Чтобы ни один человек не погиб. Вы понимаете? Вот. И они нам ходили по подвалам, и они нам помогали, ребята. Российские ребята, понимаете? И вот смотрите, они вывезли нас, кто ходячих пошли. А кто после инсультной, сколько там больные, после операции, сколько людей. Вот. Они, эти ребята, опустились и забрали наших, наших. А где же наши? Скажите, где? Как украинские военные к вам обратились? Относились украинские военные? Там уже я рассказывала, как. Зверские. Зверские, понимаете? Можно несколько примеров повторить? Ну как? Ну как? Ну смотрите. Ну вот. Нет еще русских ребят. Нет никого. Да? Да, да, да. Заперли нас в подвалы, и вот это над нами, дома, лупят, лупят. Танки, откуда? Еще нигде не было никого. В партии заходят, выкидывают всех, ну, выходите, мы будем стрелять из этих позиций. Ой, да. Это, кстати, недавно у нас дом рядом стоит, он на дороге. Они зашли, в общем, украинские солдаты, сказали, всем убирайтесь из дома. Матом. И ставьте себе военную позицию в этом доме. Матом, матом. Вот, там дети были, там были старики это самое, они их выгнали с этого дома, там АТБ был этот самый, и матом на них. Это же украинские ребята, слышите? А сами заняли позицию, начали там это самое бомбить. К нам люди приходили и рассказывали. Там женщина это самое сгорела. Это уму непостижимо. Мы видели историю, знаем, но такого зверства мы еще не видели. Пусть Господь Бог меня простит, понимаете, что мы испытали сейчас. И пусть обижаются, не обижаются, но это говорим правду. Правду, понимаете.